Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Елена. И хочу сегодня с вами поделиться рецептом очень вкусный салат из печени. У меня уже есть один салат из печени. Называется он теплый печеночный салат. Кому интересно, заходите, посмотрите. Ссылочку в описании на рецепт я оставлю. А сегодня будет у нас не теплый, сегодня будет холодный салат. Для его приготовления нам понадобится... Я взяла куриную печень, я ее промыла, перец сладкий, лук, пару помидор, зелень, чеснок. Ну и все, начинаем работать. Для начала печень я сейчас перережу на небольшие кусочки. При этом я постараюсь удалить из нее... Смотрите, вот такие узлы соединительные. Поэтому все лишнее я обрежу. Печень подготовлена. Берем сковороду, наливаем масло, хорошо его нагреваем. Отправляем туда нашу печень и обжариваем ее равномерно, со всех сторон. Так, чтобы в середине у нас не было остатков крови. При этом недолго, чтобы печень не пережарилась. А я тем временем почищу и нарежу наш перец, помидор и лук. В первую очередь я порезала лук, так как нам нужно будет его замариновать. Кстати, рецепт маринованного лука у меня тоже есть в плейлисте. Кому интересно, я оставлю ссылочку в описании. Заходите и посмотрите. В воду я всыпала соль, сахар, уксус. Хорошо размешала. И теперь этим крепким раствором мы заливаем наш лук. И в таком растворе оставляем его на 20 минут. Как раз нам хватит времени, пока мы порежем остальные овощи и поджарим печень. Овощи я уже нарезала, зелень нашинковала, чеснок. Слежу за печенью. Ну и чтобы нам нашу печень сделать более безопасно, я обязательно сюда волью немного столовую ложку яблочного уксуса. Обязательно. Выливаем, перемешиваем. Соль, специи я не добавляю. Ложка уксуса, яблочного уксуса. Еще немного потушу. Затем я возьму один кусочек печени. Разрежу ее. Посмотрю, чтобы в середине не было крови. Вот, чтобы кровь у нас вся прожарилась. Далее выключаем и охлаждаем нашу печень. И будем собирать наш салат. Я приготовила салатницу. Будем собирать. Берем печень. Отправляем в салат. Видите, я ее не мельчила. Кусочки крупные, чтобы каждому на вилочке хорошо она раскрыла свой вкус. Теперь берем лук маринованный. Он хорошо уже промариновался. Очень вкусный. И высыпаем. Главное, не пережарьте печень. Чтобы она у вас оставалась очень сочной и мягкой. Добавляем наши остальные ингредиенты. Перчик. Смотрите, какая красота. Чесночок, зелень. Как красиво. Осталось добавить помидор. Дольки тоже я не стала мельчить. Порезала крупней. Ну и осталось его заправить на ваше усмотрение. Смотрите. Этот салат можно заправить великолепно сметаной. Можно его заправить. Как я взяла? Я взяла соевый соус, мед и перец душистый. Сейчас я эту заправку размешаю. Если кому-то нельзя что-то, мед допустим, либо сметану, полейте просто оливковым маслом. Поверьте, это уже все будет очень-очень вкусно. Я размешиваю соевый соус с медом. Мед хорошо растворился. И поливаем наш салат. Пожалуйста, готовьте, наслаждайтесь. Я буду очень-очень рада, если кому-то такой рецепт понравится и пригодится. Дайте ему время настояться, пропитаться всеми ароматами, всеми вкусами. И обязательно приглашайте всех к столу. Всем приятного аппетита!